Приветствуем вас, друзья, на канале CryptoCommons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Binance, Чемпинжао, а также три ведущих крипто-инфлюенсера получили иск на 1 миллиард долларов. Фонд Arbitrum продал токены ARB в преддверии голосования по ратификации. Цена токена обвалилась. Биржа Bittrex приостанавливает свои операции в США из-за проблем с регулированием. Celsius сообщил о стратегии реорганизации. Неужели для розничных клиентов наконец-то появилась надежда? Ripple высвобождает 1 миллиард токенов со счета escrow. Цена XRP падает на 5%. И в завершении выпуска мы уделим несколько слов экономическому отчету президента Байдена на 2023, который впервые за всю историю содержит в себе блок о крипто. Ключевые и важные моменты, а также резюме этого 500-страничного отчета нам расскажет Коинбюро. Оставайтесь с нами. Криптобиржа Binance, а также ее генеральный директор Чемпинжао, известный как СИЗИ, недавно оказались в центре круговорота невзгод и проблем. Всего лишь спустя 4 дня после судебного иска, возбужденного комиссией по торговле товарными фьючерсами CFTC, Binance теперь сталкивается с одним получившим широкую огласку судебным разбирательством. Юридическая фирма Moskowitz совместно с Бойс Шиллер и Флекснер, в которой работает адвокат Дэвид Бойс, подали коллективный иск поздно вечером 31 марта. Иск направлен против дочерней компании Binance в США, ее трех крупнейших международных представительств, ее генерального директора СИЗИ, известного баскетболиста Джимми Баттлера, а также двух других влиятельных лиц в сфере крипто. Данный судебный процесс основан на том же самом базовом обвинении, которое используют власти США, что биржа разрешала торговлю криптовалютами, которые считаются незарегистрированными ценными бумагами. Помимо Баттлера, в официальной жалобе были названы выдающиеся сторонники крипто Бен Армстронг, известный как BitBoy Crypto, и Грэм Стефан, имеющий огромную базу подписчиков в 4 миллиона на Ютубе. Согласно данным ведущего издательства Fortune, юридические фирмы ранее сотрудничали в коллективном иске против Voyager, компании, которая позже объявила о банкротстве, а также в двухсудебных процессах, связанных с крахом FTX. Судя по динамике появляющихся в сфере криптоисков, жара только разгорается, а всё самое интересное нас ждёт впереди. Согласно официальному заявлению в блоге проекта, фонду будет нанесён серьёзный вред без полномочий по предоставлению грантов. Фонд Arbitrum начал продавать токены ARB для стейблкоинов ещё до того, как его управляющее сообщество, держатели токенов, ратифицировало бюджет организации почти в 1 млрд долларов. Цена токена ARB после сообщения CoinDesk о случившемся упала на 9% за 24 часа до цены 1,17$. По словам Патрика Маккори, Arbitrum Foundation, централизованная организация, отвечающая за продвижение Arbitrum, рассматривала комплексный пакет управления Arbitrum Improvement Protocol AIP1 как ратификацию уже принятых решений, таких как получение 7,5% всех токенов ARB. Такое заявление добавляет ещё больше неопределённых, к первой попытке Arbitrum управлять сообществом. Всего неделю назад Arbitrum разослал токены управления ARB на сотни тысяч кошельков, чтобы дать владельцам возможность принимать важные решения. Цель AIP1 заключалась в том, чтобы информировать сообщество обо всех решениях, которые были приняты заранее. Сказал Маккори, опровергая мнение, что держатели токенов имеют право голоса в этом вопросе. Сообщение Маккори может только запутать, а также намекнуть на ранний кризис в управлении Arbitrum. Голоса в пользу ратификации выигрывали до последних нескольких часов. Однако сейчас тенденция сильно сместилась в сторону отказа, что поднимает вопрос о том, что произойдёт, если AIP1 потерпит поражение. В то время как AIP1 представляет право фонда выдавать специальные гранты без голосования сообщества для того, чтобы избежать лишней обузы голосующих, Маккори сообщил, что данные полномочия являются по сути фундаментальными для обеспечения конкурентного преимущества экосистемы. Он также упомянул о недавних усилиях Polygon и других блокчейн-компаний по заключению сделок с такими компаниями, как Starbucks, и обсуждений партнёрства, которые происходили за закрытыми дверьми. В любом случае, голосование по решению, которое уже принято, является огромной ложкой дёгтя в бочке мёда для проекта Arbitrum, история по которому разворачивалась крайне позитивно буквально несколько недель назад. Биржа Bittrex. Всё. 31 марта американская криптобиржа Bittrex объявила о приостановке своей деятельности на территории США. Биржа сообщила, что продолжать вести бизнес в Соединённых Штатах экономически невыгодно. Она также добавила, что и её платформа Bittrex Global, которая обслуживает трейдеров из Европы, Канады и Южной Америки, затронута не будет. В заявлении Bittrex также говорится, что средства клиентов находятся в безопасности, но должны быть выведены до 30 апреля. Компания также добавила, что торговля на платформе будет продолжаться до 14 апреля. Решение Bittrex было принято на фоне жёсткого регулирования органов США в последние месяцы. Последними из-за повышенного надзора пострадали Coinbase и Binance. Биржа Coinbase недавно получила Wealth Notice от комиссии по ценным бумагам и биржам США. А шокирующим моментом стало то, что комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC объявила, что подаёт иск против генерального директора Binance Champion Zhao. Комиссия утверждает, что CZ разрешил резидентам США покупать и продавать криптодеривативы в 2019 году. При этом CFTC поясняет, что любая организация, предлагающая такие услуги, должна быть зарегистрирована в CFTC. Компания Celsius, некогда известный криптокредитор из Нью-Джерси, заморозил снятие средств клиентов в июне прошлого года и впоследствии объявил о банкротстве в июле. На тот момент компания заявляла, что у неё более 1,7 миллиона зарегистрированных пользователей и около 300 тысяч активных пользователей с балансом на счёте более 100 долларов. И сейчас Celsius представляет план по реорганизации. Компания Celsius Network недавно публиковала новое обновление о банкротстве по главе 11, которое даёт представление о сделках и переговорах, имеющих место с розничными заёмщиками и кредиторами. В документе подробно анализируются обращения с этими доходами в натуральной форме. В представленном плане реорганизации Celsius Network остановилась на двух лидирующих криптовалютах, а именно биткоине и эфире. Пользователи, чьи балансы содержат менее 100 тысяч долларов, находятся в безопасности. Согласно имеющейся информации, клиенты, которые снимают сумму менее 100 тысяч долларов и согласились с планом реорганизации, не получат риски в дальнейшем отказе при возможном дальнейшем судебном разбирательстве. С другой стороны, некоторые клиенты, которые хотят вывести от 100 до 250 тысяч долларов, могут получить 27,5% своих средств либо в долларах США, либо в эфире, либо в биткоине. Однако судебный траст будет расследовать каждый отдельный случай, в котором пользователь хочет снять сумму более 250 тысяч долларов США. Как бы то ни было, в этом тёмном и длинном тоннеле всё-таки появился свет в его конце. Известная криптоплатёжная компания Ripple выпустила в обращение огромное количество токенов XRP из своего S-Crow кошелька. Согласно отчёту WellAlert, Ripple перевела в общей сложности 1 миллиард токенов XRP на сумму 513 миллионов долларов со своего кошелька S-Crow вчера рано утром. Ripple пояснила, что ежемесячно будет выпускать 1 миллиард XRP, чтобы стимулировать инвесторов и поддерживать интерес к токену. В начале 2018 года Ripple приступила к реализации своего плана и последовательно выдержала паузу в октябре-ноябре 2022. Рынок отреагировал на данные высвобождения сокращением цены Ripple на 5%. При этом следует заметить, что на более долгосрочном временном отрезке XRP был одним из самых удачных токенов за последние недели. Альткоин прибавил 19,2% за последнюю неделю и более 32% за последний месяц. Тем не менее, XRP остается горячей темой в криптопространстве из-за продолжающегося судебного разбирательства между Ripple и комиссией по ценным бумагам и биржам США. В 2020 году SEC подала иск против Ripple за выпуск XRP, утверждая, что токен является незарегистрированной ценной бумагой. За последние два года между обеими организациями велась горячая судебная тяжба с множеством внезапных поворотов. Но несмотря на то, что SEC никогда не проигрывала судебные процессы по криптовалютам, среди инвесторов растет позитивное мнение о том, что Ripple выйдет победителем, когда в конечном итоге будет вынесено решение, возможно, уже в этом месяце. И завершает наш сегодняшний выпуск выдержки из обзора финансового отчета президента Байдена за 2023 год, сделанный сегодня каналом Коинбюро. Две минуты самого основного. Давайте послушаем. В конечном итоге офис президента полагает, что системный финансовый кризис не произошел по вине крипто. Пока еще. Офис президента считает, что причина в том, что криптоиндустрия пока еще не интегрирована полностью в традиционную финансовую систему и призывает американских политиков обеспечить скорейшее принятие строгих регуляторных законов до того, как это произойдет. Офис также представил огромный список других рисков, которые влечет криптовалюта, включая торговлю с плечом, волатильность цены, незаконное использование и мошенничество. Другими словами, по сути, те же самые риски, что имеет и обычная валюта. На самом деле есть только несколько моментов, стоящих нашего внимания. Офис считает, что DeFi должны попадать под те же законы, что и банки. Они утверждают, что банки не должны позволять хранить криптовалюту пользователей. Они также считают, что все транзакции криптовалют должны быть связаны с вашими личными данными. Похоже, они также считают, что крипто влечет атаке программ-вымогателей. И здесь мы переходим к следующей главе, посвященной крипто, которая называется, цитата, «инвестирование в национальную цифровую финансовую инфраструктуру». Офис повторяет, «Крипто не сдержало свои обещания, но ФРС приходит на помощь со своей платежной системой FedNow, в конечном итоге со своим цифровым долларом». Но если вы более детально изучали причины падения Signature Bank, то вы знаете, что похоже на то, что американские регуляторы умышленно преследователи криптокомпаний и проекты, создающие платежные системы, которые могут стать конкурентами FedNow, который уже будет полностью готов к этому июлю. Офис подчеркнул, что FedNow будет обеспечивать моментальные платежи 24 на 7, а также подсчитал, что поможет сэкономить американцам 7 миллиардов на банковских комиссиях, а также из-за задержек платежей, используя разные методы. Что еще здесь можно добавить, кроме того, что это борьба с конкуренцией, прикрытая лицемерной защитой интересов пользователей и граждан, и, конечно же, постоянная и бесконечная попытка все еще большей централизации и концентрации контроля в своих руках. И на этом мы завершаем наш выпуск. Надеемся, информация была для вас интересна и полезна. Желаем вам отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова